А сейчас ты узнаешь о жизни Нормы Джин Бейкер, которая была самой известной блондинкой в истории Голливуда, Мэрилин Монро. А также почему фильм «Блондинка» это не кино, рассказывающее историю, а набор сюрреалистических образов, среди которых непонятно, где сон, где явь, а где создатели фильма поймали очередной приход. Привет, меня зовут Дмитрий и сегодня у нас на разборе очередной биопик, рассказывающий о жизни Мэрилин Монро. Однако лента не является биографической. «Блондинка» это сильно вымышленная интерпретация жизни Мэрилин Монро, основанная на романе Джойс Кэррол Оудс 2000 года. Далее мы разберем самые большие различия между правдой и фильмом. Пошел ли художественный вымысел фильму на пользу и облегчил понимание этой сложной женщины? Или же он пытается шокировать зрителя и привлечь наше внимание? Как будет происходить анализ фильма? Сначала я коротко показываю некоторые фрагменты фильма, потом разбираем его с исторической точки зрения. Приятного просмотра, поехали! В детстве Норма Джин Мортенсен росла под присмотром своей психически неуравновешенной матери Галайдис. На седьмой день рождения в 1933 году ей дарят фотографию в рамке с изображением человека, который по словам Галайдис является ее отцом. Позже, той же ночью на голливудских холмах вспыхивает пожар и Галайдис везет туда Норма Джин, утверждая, что ее отец живет там. Но по приказу полиции они вынуждены вернуться домой. Разъяренная Галайдис пытается утопить Норма Джин в ванне, когда та спрашивает об отце, но в итоге отпускает ее. Норма Джин убегает в дом своей соседки, мисс Флинн, которая обещает ей, что с ней все будет хорошо. Через несколько дней Норма Джин отправляют в детский дом, а Галайдис помещают в психиатрическую больницу, признав ее непригодной для воспитания ребенка. Норма Джин Мортенсен родилась 1 июня 1926 года. В свидетельстве о рождении мать Нормы Галайдис указала, что отцом девочки был Мартин Эдвард Мортенсен. Муж Галайдис, с которым она в то время уже рассталась и позже разведется в 1928 году. Галайдис неправильно написала его имя Мортенсен в свидетельстве о рождении, а также с отсутствующим Мартином. А когда Галайдис крестила свою дочь, то записала ее под фамилией Бейкер. Однако маловероятно, что Мортенсен был отцом, поскольку их расставание с Галайдис произошло задолго до того, как она забеременела девочкой. Повзрослев, Мэрилин все же узнала, что ее отцом был мужчина по имени Чарльз Стэнли Гиффорд. Коллега ее матери в одной из ведущих кинолабораторий, где наша Галайдис работала монтажницей негативов для пленок в 1925 году. В 2022 году с помощью сохранившейся волос актрисы родственники Гиффорда сделали ДНК-тест. И факт отцовства официально подтвердился. В фильме блондинка, нелюбящая и психически больная мать Нормы Джин пытается утопить девочку в ванной. При подготовке материала я не нашел никаких доказательств того, что этот момент действительно произошел в реальной жизни. Ее мать Галайдис Перл Бейкер, урожденная Монроу, была финансово и морально не готова к рождению ребенка, когда Норма родилась. Она отдала девочку приемным родителям на несколько лет. Норма вернулась к матери после того, как Галайдис купила небольшой дом в Голливуде. Их пребывание под одной крышей продлилось всего несколько месяцев. В январе 1934 года у Галайдис случился психический срыв. Ей поставили диагноз параноидальная шизофрения. Она пробыла в доме престарелых несколько месяцев, прежде чем ее поместили в государственную больницу. После этого Норма мало общалась с матерью. Галайдис, то попадала в больницы, то выписывалась из них до конца своей жизни. Сама Норма перемещалась по домам друзей матери и в сентябре 1935 года была помещена в приют для сирот Лос-Анджелеса. Подруга ее матери Грейс Годдард стала ее законным опекуном и забрала Норму из приюта летом 1937 года. Однако пребывание девушки с Годдардами длилось недолго. Буквально несколько месяцев, потому что муж Грейс, Эрвин Годдард, приставал к юной Норме. Затем она останавливалась у родственников и друзей Грейс, в конечном итоге найдя более постоянный дом у пожилой тети Грейс Анны. Когда здоровье Анны начало ухудшаться, Норма вернулась к Годдардам, пока работа Эрвина не перевела его в Западную Вирджинию. Законы Калифорнии о защите детей не позволяли Норме покинуть штат. И вместо того, чтобы вернуться в приют, 16-летняя Норма вышла замуж за Джеймса Доггерти, 21-летнего сына соседки, который работал на фабрике. Их совместный союз закончился разводом в 1946 году, отчасти из-за того, что Доггерти хотел, чтобы Норма была домохозяйкой, а не продолжала актерскую карьеру. В 1940-х годах Норма Джинс становится пинап-моделью под сценическим именем Мэрилин Монро, появляясь на обложках журналов и календарях. Пытаясь пробиться в актерскую индустрию, она подвергается изнасилованию со стороны президента киностудии Мистера Зи. В 1951 году она проходит пробы на роль Нелл, в фильме «Можно входить без стука». Пробы проходят неудачно после того, как она срывается и уходит в слезах, но она производит достаточное впечатление на директора по кастингу, чтобы он дал ей роль. По мере того, как ее актерская карьера неуклонно растет, она ознакомится с Чарльзом Кэсом Чаплином-младшим и Эдди Робинсоном-младшим, с которыми у нее начинаются полиаморные отношения. В 1953 году Норма Джин получает свою прорывную роль в фильме «Ниагара», но после того, как она была замечена на публике с Кэсом и Эдди, ее агент сказал ей ограничить появление с ними на публике, что расстраивает девушку, потому что она уже чувствует, что ее образ Мэрилин – это всего лишь роль, а не ее истинная сущность. После того, как Норма Джин Мортенсен подписала контракт со студией «20-й век Фокс» в 1946 году, она и исполнительный директор Фокс Бен Лайон придумали сценический псевдоним Мэрилин Монро. Лайон выбрал имя Мэрилин, вспомнив звезду Бродвея Мэрилин Миллер, а фамилия Монро была девичьей фамилией матери Нормы Джин. В фильме Мэрилин получает свою первую роль на экране в фильме «Все о Еве», которую она получает, подвергаясь изнасилованию в офисе мистера Зи. Это отсылка к Дэрилу Фрэнсису Зануку, основателю и главе компании «20-й век Фокс». Дело в том, что Дэрил Занук был известен как Харви Ванштейн своего времени. Однако в реальной жизни Монро ни разу не упомянула Занука, вспоминая сексуальные контакты на кастинге. Биограф Монро Энтони Саммер сказал, что в интервью почти 700 людей он не обнаружил ничего, что заставило бы его поверить в то, что Занук изнасиловал Мэрилин Монро. В фильме нам показали, что у Мэрилин Монро был секс втроем с Эдвардом Робинсоном-младшим и Чарли Чаплином-младшим, также известным как Кэст Чаплин. Мало того, что в фильме ее подвиги с двумя мужчинами привели Мэрилин на обложки таблоидов, так она еще и забеременела. На самом деле Мэрилин встречалась с Чарли Чаплином-младшим, и их краткий роман закончился, когда он застал ее со своим братом. В фильме же ситуация кардинально меняется. Мэрилин находит Чаплина-младшего и Эдварда Робинсона-младшего вместе в одной постели. Тем не менее, ни Чарльз Чаплин-младший, ни Эдвард Робинсон-младший не были известны как геи. А изображать двух голливудских плейбоев в таком ракурсе – это нелепое отклонение от реальности. Норма Джин беременеет ребенком от Кэса к своей радости, но в конце концов решает сделать аборт из страха, что ребенок может унаследовать психические проблемы ее матери Глэдис. Кэс поддерживает ее, а в назначенный день Норма меняет свое решение, но уже слишком поздно. Не надо, умоляю, вы слышите? После аборта она разрывает отношения с Кэсом и Эдди. Позже она встречает бывшего спортсмена, который сочувствует ей, когда она выражает желание покинуть Голливуд и стать более серьезной актрисой в Нью-Йорке. Во время съемок фильма «Джентльмены» предпочитают блондинок, Норма получает письмо от человека, утверждающего, что он ее отец. Норма Джин чувствует себя оторванной от своего экранного образа на премьере фильма, говоря, что это не она. Норма возвращается в свой гостиничный номер, получив сообщение, что ее кто-то ждет. Ожидая, что это будет ее отец, она вместо этого находит Джо, который просит ее выйти за него замуж, на что она неохотно соглашается. Брак Нормы Джин и Джо портится, когда Кэс и Эдди продают Джо несколько ее обнаженных фотографий, что злит Джо, и он бьет Норму, требуя, чтобы она отказалась сниматься в фильме «Зуд» седьмого года. Однако она все равно продолжает сниматься, проделывая знаменитый трюк с белым платьем. Когда она возвращается домой, пьяный Джо кричит и применяет к ней физическую силу. И вскоре после этого она разводится с ним. Согласно фильмам, Мэрилин забеременела после секса втроем с Кэсом и Эдди. Понимая, что это повлияет на их прибыль, студия устраивает ей аборт. Режиссер и сценарист Андрю Доминик решает показать в фильме аборт крупным планом, проникая буквально в шейку матки Мэрилин. Не знаю как вы, а вот я после этой сцены выключил фильм и смог продолжить просмотр только на следующий день. В реальности Мэрилин Монро, как сообщается, сделала несколько абортов, но нет никаких доказательств того, что студия заставляла ее сделать хотя бы один из них. При этом хорошо известно, что студии оказывали давление на беременных звездочек, заставляя их делать аборты. В фильме ее многочисленные аборты объединены в один, хотя подразумевается еще один после эпизода с Джоном Кеннеди. Брак Джоди Матчелс-Монро был довольно хорошо задокументирован в реальной жизни, включая тот факт, что Мэрилин подверглась как словесному, так и физическому насилию. Их отношения начались с того, что уйдя на пенсию, звезда бейсбола был рыцарским джентльменом, который возвел Мэрилин на пьедестал. Но вскоре она упала с этого пьедестала, поскольку он стал ревновать ее ко всем остальным мужчинам, которые любили поглазеть на Мэрилин. Диманч еще и завидовал тому факту, что он больше не был в центре внимания, когда они входили в комнату. И это правда, что он был возмущен тысячами зрителей, пускающих слюни на его жену во время съемок сцены «Зуд» седьмого года, где ее белое платье развивается ветром, проникающим через решетку метро. Фильм снимался в Голливуде, но студия снимала сцену у решетки метро на Лексингтон-авеню на Манхэттене как рекламный ход. В итоге ревнивый и властный муж Диманчо не мог справиться со съемками, и, как сообщается, он избил Мэрилин в их гостиничном номере. Манро подала на развод в следующем месяце, в октябре 1954 года, всего после девяти месяцев брака. В 1955 году Нормаджин проходит прослушивание для участия в бродвейской пьесе «Магда», написанной известным драматургом Артуром Миллером. Во время читки ее игра впечатляет всех, кроме Артура. В конце концов, он проникается к ней симпатией, когда она дает ему проницательный анализ персонажа. Нормаджин и Артур женятся и переезжают в штат Мэн, где она живет с ним счастливой жизнью и беременеет. Однако, идя однажды по пляжу с тарелкой еды, она спотыкается и у нее случается выкидыш. Подавленная, она вскоре возвращается к актерской деятельности. Во время съемок фильма «В джазе только девушки» Нормаджин становится все более неуправляемой и психически неуравновешенной. Она, подавленная постоянным вниманием прессы, ей кажется, что она становится посмешищем, у нее частые вспышки гнева на съемочной площадке, особенно по отношению к режиссеру, и она все больше отдаляется от Артура. И чтобы справиться со стрессом, она начинает принимать таблетки. Хотя, на первый взгляд, Артур Миллер действительно был добр к Мэрилин, в реальности он солгал Монро об использовании ее в своих произведениях. Как и в фильме, она также забеременела, будучи замужем за Миллером, но беременность закончилась выкидышем в 1956 году. Изображение в фильме выкидыша, ставшего результатом того, что Мэрилин споткнулась о камень на пляже, скорее всего, является вымыслом. В реальной жизни у нее также случилась внематочная беременность в середине 1957 года, когда она была замужем за Миллером, и у нее случился выкидыш во второй раз. Их брак закончился разводом в 1961 году, после того, как Миллер уже был в отношениях со своей третьей женой, фотографом-постановщиком Инге Марат. К 1962 году Норма становится зависимой от наркотиков и алкоголя. Агенты секретной службы подбирают опьяневшую Норму Джин и везут ее в отель на встречу с президентом, который принуждает ее к оральным ласкам, затем насилует, а после ее увозят. Уже оцепеневшая и накачанная таблетками, она начинает задаваться вопросом, к чему привело то, что она стала Мэрилин Монро, а также галлюцинирует, что сделала еще один аборт. По телефону она узнает от Эдди, что Кэс умер и оставил ей что-то, что она получает по почте. Посылка оказывается чучелом тигра и сообщением, в котором Кэс признается, что письма, которые получала Норма Джин, якобы от своего отца, на самом деле были написаны им. Потрясенная этим открытием, Норма Джин принимает передозировку Барби Турата. Умирая на кровати, она видит, как отец приветствует ее в загробном мире. На тот случай, если вы начали думать, что фильм, возможно, вступает на территорию биографической картины, кадры с Джоном Кеннеди полностью опровергают это представление. Два агента секретной службы доставляют Мэрилин в гостиничный номер Джона Кеннеди, которая в какой-то момент фактически поднимает ее с земли и преподносят, по ее словам, как кусок мяса Джону Кеннеди. Затем президент принуждает ее коральным ласкам, пока он смотрит по телевизору репортаж о запуске ракеты «Дружба-7» и слушает, как Джон Эдгар Гувер по телефону иронически ругает его по поводу обвинения в сексуальных непристойностях. И затем он бросает, наконец, Мэрилин на кровать и насилует ее. Она просыпается в постели, вся в синяках и побоях, и ее снова уносят, травмированную от всего произошедшего. На самом деле нет никаких доказательств того, что Джон Кеннеди когда-либо подвергал Мэрилин Монро сексуальному насилию. И эта сцена сводит их более сложные отношения в реальной жизни к тем, в которых он, по сути, делает ее объектом насилия. На самом деле у Мэрилин Монро и Джона Кеннеди были дружеские и сексуальные отношения еще в начале 1950-х годов. Искаженный нелепый взгляд на их отношения в фильме настолько далек от реальности, что его следовало сжечь еще в монтажной. Роман Джойс Кэрол Оудс, на котором и основан фильм, доходит до такого абсурда, что изображает убийство Мэрилин по приказу Кеннеди, несмотря на отсутствие доказатель, что ее убил Джон Кеннеди или его брат Роберт Кеннеди или кто-либо еще. Оудс защищала выдумки своего романа, говоря, что она не имеет особых обязательств в отношении фактов, несмотря на то, что в своем романе она ссылается на реальных людей с реальной репутацией и историческим наследием. Хорошо известно, что в течение нескольких лет, с начала 1960-х годов, Мэрилин Монро пристрастилась к лекарствам, отпускаемые по рецепту, включая барбитураты и амфетамины. Она также злоупотребляла алкоголем. Во время съемок в фильме Джона Хьюстона «Отбросы» в 1960 году съемки даже пришлось остановить, чтобы Монро провела неделю над детоксикацией в больнице. Она умерла от передозировки барбитуратов с 4 августа 1962 года. Учитывая количество наркотиков в ее организме, случайная передозировка была исключена, и Коронер определил ее смерть как вероятное самоубийство. В итоге мы видим, что в фильме, как и в романе Джойс Кэрол Оудс, правда отбрасывается в пользу безвкусных, сфабрикованных, привлекающих внимание моментов, которые скорее удешевляют наследие Мэрилин, чем дают нам лучшее понимание той сложной женщины, которой она была. Монро могла быть любой при жизни, мы лично ее не знали, но даже если она и была ужасным человеком, никто не заслуживает после смерти получить такой фильм о себе. Бесконечный секс везде и со всеми, с двумя сразу, с первым попавшимся продюсером, с президентом, с мужьями и с прохожими. Почему не снять что-то светлое и хорошее? Почему современное искусство всячески паразитирует на прошлом и выставляет нам же наших кумиров недостойными людьми? У меня все, и пока, пока. Пока.